Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мастер-класс для воспитанников спортивного клуба «Альфа-единоборство» стал событием, которого ребята и тренеры ждали два года. В Одинцову Олег Николаевич прибыл из Ростова, где завершился кинофестиваль, продюсером и организатором которого выступил он сам. Он мечтал быть артистом, но родители отдали в спорт. Будущий чемпион UFC родился в городе Арзамас-16, ныне Саров. Начал заниматься самбо в местной школе. Ездил по соревнованиям, отслужил в армии, а в лихие 90-е пришел в бои без правил. Грезы голливудской карьере не давали покоя герою рингов. Он отправился за океан с надеждой и кое-какими сбережениями, которые быстро закончились. Левой рукой одновременно потолкает до друга. Что вы наблюдаете? Я стою на месте, а Дмитрий от меня отскакивает. Значит, Дмитрию, наверное, нужно будет собрать спиночку, чуть-чуть пониже согнуться на ногах и, наверное, как-то посмотреть, что же у него со ступнями творится такое. Почему он так отталкивается? Почему я на него наступаю, а он теряет равновесие? Каждым разом мы стараемся сидеть сильнее, сильнее. Я вдруг понимаю, что вся сила у меня идет от ног. В зале спорткомплекса Одинцовского гуманитарного университета – санбисты, дзюдоисты и рукопашники. Свой мастер-класс Олег Токтаров начал с простой и понятной истины. Уважайте партнера и слушайте тренера. Для начала несколько простых приемов по-тактаровски. Олег Николаевич настаивает. Умение правильно падать – это основа боевой дисциплины. Если вы подходите ко мне, я вас останавливаю. Обратите внимание, я не просто толкаю колено, я колено толкаю немножко в сторону. Если вдруг он ко мне подходит ближе, я могу вышибить оба колена. Если вдруг я увидел его пятки, я могу эти пятки опять же вышибить. Если я вышибаю сюда, это будет сделать легко. А если я буду вышибать в другом направлении, это будет сделать невозможно. Сюда невозможно. Сюда чуть-чуть возможно, но не так легко, как по направлению роста больших пальцев. Если обратить внимание, коленки вот здесь внутри имеют такие точки болевые, на которые ты нажимаешь, и коленка начинает вдруг неожиданно сгибаться и расширяться. Человек теряет рановесие. Это я вам сейчас все рассказываю, но все это вы сейчас должны будете использовать, попытаться на собственном опыте это все найти. Аккуратненько, без фанатизма. Если я увижу, что кто-то кого-то пинает, я подойду и пну сам. Поняли, нет? Основная, конечно, опасность, если брать все вместе, у нас реально люди просто не умеют падать. Особенно зимой, поскользнулись, упали, все. Это и взрослые, и дети. То есть взрослых в свое время не научили падать, а детей никто не учил. Вот у нас дети сейчас умеют падать. У нас дети получили сегодня какие-то основы, какие-то нюансы, что на это можно потом будет наслаивать любые движения приема. То есть привезти можно кого угодно, у нас тут специалистов полно, но все эти специалисты дают поверхностные знания. То есть если нет основы, то накладывать знания иногда бывает бесполезно. Это дерево, оно может просто с себя стряхнуть листву в один момент, все забудется и ничего не работает. Вот сегодня я попытался просто дать основы. Для меня было очень важно, чтобы тренера это почувствовали, поняли, насколько это важно. Вот именно такая методика. Про правильное падение и в жизни в спорте наш герой знал не понаслышке. Оказавшись перед угрозой выдворения из США, самбист и дзюдоист Актаров пошел на крайний шаг. Бои по смешанным единоборствам UFC. Дебют состоялся 20 лет назад в пятом по счету турнире, проходившем в Северной Каролине. Его назвали «Русский медведь» и выпустили на ринг, где российский боец одержал победу, применив удушающий прием. Невероятная стойкость и отвага, граничащая бесстрашием, позволила русскому бойцу Актарову выиграть шестой чемпионат UFC. Поклонники боев надолго запомнили сложнейшую схватку Дэвида Эббота по прозвищу «Танк» и русского медведя Актарова. На 18-й минуте Олег Актаров использовал прием удушения сзади. Он и принес победу. Затем были три дня под капельницей и мировое признание. Дверь в заветный мир голливудских киногрез немного приоткрылась. Туда успел проскользнуть Актаров, который всегда и во всем привык быть первым. Я его могу остановить перед тем, что я локоть вставляю на центральную линию, либо носик где-то там поднимаю, либо шейку где-то поднимаю. То есть все практически находится на центральной линии. То есть вся его уязвимая точка находится на центральной линии. Вот здесь у нас происходит болевой прием. Если я хочу его свалить, то я его не сваливаю по центру. Я чуть-чуть бью в сторону. В сторону, видите, он сваливается. Вот я сплю такой прекрасный на берегу, и вдруг какой-то дядя страшный диван на меня набрасывается. Обратите внимание, что я делаю. Я всовываю. В данном случае я ему подвышку всовываю, локоть. Но вообще, если он на меня хочет наброситься, я ему всовываю что-то по центральной линии. То все ему уколы все эти делают либо коленом, либо локтем. Чем-то, что не требует от меня дополнительных сил, я держу дистанцию. Если он меня накрыл, то мне отсюда вырваться уже тяжело. Поэтому мне нужно найти какую-то дистанцию и всунуть туда как раз локоть или колено. А лучше то и другое. Он немного философ, настоящий боец и прирожденный артист. В свои 12 лет Олег Токтаров перечитал все книги в доме. Поучительный пример для ребят, стремящихся к успеху в спорте. Быть умным значит быть хитрым. В хорошем смысле этого слова. Вот я сегодня объяснял ребятам, например, что ваши глаза вас обманывают, как правило. И наиболее информации вы получаете от прикосновения. Но это нужно в себе развить. Потом, ну такая элементарная вещь, что ноги, они более важны, чем руки. Потому что мы просто даже не умеем ими пользоваться. Мы не привыкли. У нас наша культура как бы считает, что ноги это грязные, что они не должны быть хитрыми, умными, способными делать какие-то тонкие вещи. Да, ну у нас зима, у нас там ноги в валенку засунуло. И вот кулачный русский бой. Но это уже не работает. То есть у нас все давно шагнуло вперед. Ноги работают у меня быстрее, чем руки. Они для меня важнее в квартире. Если там две ноги, возьми две ноги. Я по очереди. Одну вытащил и вторую вытащил. И начал работать. Начал его выбивать из верновесия. А руки уже просто держат. Я, может быть, сделаю душающий, может быть, что-то еще. Но основную работу я сделаю ногами. Еще одно ноу-хау – цепкие и крепкие ноги. По мнению самбиста и мастера джиу-джитсу Тактарова, хитрость и ловкость ног может стать залогом успеха. Мастер захватов и болевых приемов – знаменитый русский медведь. За годы в спорте разработал несколько тысяч элементов, которые ныне составляют авторскую методику подготовки бойцов по-тактаровски. Вообще, честно говоря, все мое авторское. Но что я от кого собрал, я уже не помню. То есть я везде эти микродетали, микровещи либо на себе методом научного тыка испробовал, либо у каких-то суперучителей. Бывает, что человек вроде обычный, но выигрывает всех каким-то одним приемом. Начинаешь спрашивать, узнаешь, что у него есть какие-то детали, о которых другие не знают. То есть я старался к каждому влезть, к каждому, кто выше других в чем-то был, и выяснить причину успеха. То есть человек может не выигрывать соревнования, но он может делать, допустим, прием любому чемпиону. Понятно, что какие-то есть секреты. То есть в свое время в этой голове, я хотел даже какой-то рекорд сделать в Гиннесе, находилось порядка 12-20 тысяч приемов. То есть я не знал сколько, просто нашел ту формулу, когда это все как деревья. Они веточки, 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 веточки. Я даже раньше мыслял по-другому. У меня какие-то были... Вариации пошли, да? У меня были какие-то цвета, цветовая гамма. То есть в голове не было приемов, у меня была цветовая гамма, сочетание. То есть когда ты этим занимаешься долго, у тебя какие-то появляются вещи, которые нестандартные. Это паровоз, вот это все вагон. Куда паровоз поедет, туда вагоны поедут. Я могу делать, например, заднюю подушку, учиться, мучиться, мучиться и ничего не свалить, да? А могу двумя пальчиками, вот я был на семинаре, Юсухиро Ямаси такой. Вы еще не родились, это был величайший болезнь японский. Он показывал, что вот так делать заднюю подножку гораздо более эффективно, чем делать ее вот так. Что здесь я поломаю себе связку. Ну, еще как-то нога, наверное, думаю, и болит. А вот здесь и мощи больше, и травмоопасности никакой. Видите? Не более того, ноги у меня стали пугнее, до конца я стал дотягивать. Сюда я его не крошу, я могу его брать только сюда. Поэтому мне нужно первым развернуть стопу, если я хочу сделать подсечку. Видите, как нежненько, как легко. 11 октября 1997 года во время шоу «Прайд» в бою с канадским бойцом Гарри Гудриджем Олег Токтаров получил сильнейший удар по голове, отправивший его в тяжелый нокаут. После курса восстановления боец вернулся на ринг и одержал две победы подряд. В 2001 году русский медведь перестал участвовать в профессиональных боях. Через шесть лет появился в российском шоу «Король ринга». Кого ты побил-то? А? Это ты, что ли? Это ты, что ли? Вот такой вот щенок побил России. Да вас в этой комнате во всех не наберется меня одного побить, а ты Россию побил. Ты знаешь, что такое Россия? Давайте объясню. Ты знаешь, Россия – это Россия. Кинематографическая карьера Токтарова развивалась параллельно успехом в спорте. Наступили долгожданные 15 минут славы. В фильме с одноименным названием Олег сыграл бандита Олега Разгула. Коллегой по киноплощадке стал Роберт Де Ниро. Голливудское киноклише «Плохой русский парень» сменилось предложениями из России. За плечами артиста свыше 40 киноролей. Не хочешь мое кино? Я позвоню другим. И они его покажут. Ладно, я приду. Но от тебя требуются две вещи – экклюзивность и сдача мне. Приноси бабки. Сейчас опасность вокруг вас. Поэтому, если кто-то головой ударится в кого-то, это будет не моя вина, это ваша вина. Понятно, да? Готовы сейчас от нас удержать? Прыга. Стоп! Стоп! Так, волки, вы готовы? Да. На старт, внимание, марш! Тренировки здесь хорошие, родители хорошие. Мне что нравится, родители не лезли в воспитательный процесс, в тренировочный процесс. И воспринимали с благодарностью все, что было. Обычно нормальный ребенок такого возраста выдерживает полтора часа. Эти дети выдержали два часа. Формат получился неформальный, как я уже подозревал. У нас пришло два клуба, которые не были заявлены, они взрослые. Я пытался как мог разбиться, разделиться на несколько частей, чтобы всем господам услужить. Ну, в общем-то, это получилось. Я знаю, что дети вернутся в зал со своими друзьями. У нас домашнее задание – прийти с двумя друзьями. И хотя бы, чтобы эти друзья научились падать, потому что это минимум задачи. Вот эти все семинары, я, в принципе, смотрел их по телевизору где-то, в интернете смотрел. Но когда вот на личном опыте, когда человек, спортсмен такого большого ранга, известный человек показывает на тебе все эти приемы, показывает нюансы, указывает, что где надо поставить, это очень интересно, это очень поучительно и для тренеров, и для детей. И, ну, вот просто человеку посмотреть, как он мысленно каждый прием, каждое техническое действие, он прямо по полочкам раскладывает. И все становится ясно, как будто вот открытый лист становится. Очень интересно. Я всегда говорил, приглашайте, приглашайте из-за рубежа. Если есть такая возможность, пусть приезжают разные учителя. И просто в этот момент хозяину клуба, учителю нужно засунуть гордость куда-нибудь подальше и максимально выжить. Дети-то никуда не убегут, уедет этот педагог, чем он там про себя не говорил. Но польза от него останется. Воспитать своих спортсменов у нас задача номер один, потому что мы именно хотим, чтобы наши одинцовские борцы были именно местными, да, ниоткуда не привлекались ничего. Поэтому у нас задача, как минимум, это мастерство на уровне, ну, хотя бы кандидата в мастера спорта. Вообще у нас нацелены очень грандиозные планы, мы катим олимпийские медали. Чтобы Одинцова была везде, и всюду, и самая лучшая. Леонид Николаевич, ну, я так понимаю, что это ваше первое знакомство с клубом «Альфа» и «Единоборство», да? И будете ли вы курировать, вот как вы уже сказали, будете ли вы дальше работать с ребятами? Я духовно курировал с самого начала, просто два года добраться не мог, у нас по графику не совпадения были. То есть, либо ребята не могли собраться, когда у меня была возможность. Сегодня вот так получилось, что все вроде срослось. То есть, я сумел из Ростова прилететь. Знаете, не доделав там дело до конца, в общем-то, но поверив на слово тамошним ответственным людям, что в понедельник все вопросы решатся, я решил, что лучше займусь к ей пользой. Я приехал, это моя такая добрая инициатива. Ты начинаешь общаться с детьми, и видишь, они тебе доверяют, и ты уже приручил щенят, и ты уже их не можешь отпустить. Они от тебя должны уже идти обученными. Сеть жителей Одинцова, Одинцовского района, поблагодарить Олега Николаевича за то, что он специально сегодня прилетел, во-первых, по городу Одинцову. Поделился с вами своим искусством, показал вам что-то полезное, нужное. И позволить, чтобы... Уже говорил пилота присесть в Одинцову, да? Да, чтобы приземлился за валет в Одинцову. Позвольте вручить ему относительную благодарность на долгую память приезди в город Одинцову. Спортивное знакомство завершилось фотосессией и раздачей автографов. Премьера Олега Токтарова, прошедшего путь от самбиста и цудаиста до звезды мирового спорта и кино, как никогда заразительно. Впереди у ребят год тренировок и надежд на новую встречу. Звездный гость улетел, но обещал вернуться. Но все время Берта работала на гуде. И победитель этого боя Единогласно Олег Токтарова!